Путешествие во времени. Осуществить мечту ребят из детского дома номер 4 задумали организаторы акции 70 лет победы. Подарили фотосессию. Мои коллеги побывали на необычной съемке. Для путешествия в 40-е годы 20 века волонтерам понадобились объектив и артефакты. Оружие и форму солдат советской армии им вручили представители клуба исторической реконструкции. Все с полей военных действий. Например, в этом самоваре кипятили чай бойцы Белорусского фронта. Как он попал сюда? Ребята-фронтовики, деды привезли его после войны сюда. Он ехал в товарном вагоне, как память. И вот он и приехал здесь. И перейдется по наследству. Спустя годы и самовар, и форма, и оружие снова в строю. Теперь они не на линии огня, а под прицелом фотокамеры. Это скоро проведет, 9 мая. Нужны фотографии. Я хочу стать военным, хочу пойти в воздушные войска. Ребята занимают места. Вспышка, снимок готов. Акция «70 лет победы» – своеобразный фотомарафон. В нем приняли участие все воспитанники детского дома, от самых маленьких до выпускников. У нас такая идея, что мы соберем фотографии ветеранов. Если нам повезет, то мы возьмем фотографии времен Великой Отечественной войны. И сделаем такую доску памяти, где будут и фотографии старинные, и современные. Снимки поместят фотоальбомы и экспозицию. Доску памяти организаторы акции установят в холле детского дома. Мы хотели как бы в честь, так скажем, праздника переодеть детей в тематической обстановке, пофотографировать. Ну, чтобы они сами проникнулись немножко этой всей тематикой оружия. Тут им интересно все потрогать, прощупать, посмотреть, переодеться. Дети не только приняли участие в оригинальной фотосессии, но и узнали много интересного о солдатском житье-бытие в годы Великой Отечественной войны. В каком году война началась? В 1941-1945 она закончилась. Молодец, красавчик. 10 апреля детский дом навестят ветераны. Тогда юные фотомодели и продемонстрируют им свою выставку. А еще ребята готовят праздничный концерт. Елена Лобачева, Наталья Миронова, Илья Цапов. Для программы новости.